Программа зонального выездного семинара включала в себя несколько мероприятий. Десант, прибывший в Нефтекамск, состоял из специалистов разных сфер деятельности, которые работали сразу на нескольких площадках. Группа во главе министра труда социальной защиты населения и президента благотворительного фонда Мархамат первым делом ознакомились с работой реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Совместно с врачом-физиотерапевтом мы разработали методику одновременно парафиносерапии и электропорез. С полутора-трех месяцев. Благодаря комплексной методике центру за полтора года удалось вывести 100 детей, находящихся в группе риска, из опасности инвалидности. У фимских гостей цифры впечатлили. И как рассказала руководитель центра, который охватывает детей из разных районов, все это во многом благодаря разработкам собственных специалистов. Все мы услуги оказываем и медицинские, и педагогические, и социально-культурные, адаптации, реабилитации детей, все здесь это проходят. И главная цель у нас, и цель, и чем мы отличаемся, наш центр, у нас проектная деятельность. У нас каждый специалист имеет разработанную свою программу, по которой это пользуется. Делегация также по достоинству оценила работу, которая проводится в детском саду номер 27, с детьми, имеющими определенные сложности со здоровьем. И что самое главное, группа для таких особенных воспитанников дает возможность разгрузить родителей, что тоже немаловажно. Президент благотворительного фонда Мархамат Айгуль Гореева, побывав на объектах, отметила, качество проводимой работы и то, что необходимую помощь получают не только дети с ограниченными возможностями, но и родители. Мы очень рады, что у вас такие прекрасные команды по помощи деткам, по деткам сложным, у которых есть какие-то проблемы в ограничении по здоровью, но я думаю, что в целом у этих детей не будет никаких ограничений по жизни. Нам, конечно, интересно посмотреть ваш опыт, поучиться у вас, может чем-то поделиться и пообщаться с мамами детей-инвалидов, узнать, какие у них есть проблемы. В этот же день уфимские чиновники стали почетными гостями в Ледовом дворце, где проходила традиционная встреча и мастер-классы участников команды «Торос» и «Башкирские пираты» для детей с ограниченными возможностями. Также в ходе семинара прошел прием семей, в которых растут особенные дети, консультации педагогов, медспециалистов, мастер-классы для родителей и многое другое. Завершился семинар круглым столом с участием всех приехавших специалистов и гостей, а также родителей. Последние, в свою очередь, имели возможность поднять волнующие вопросы и надеются быть услышанными. Я хочу задать вопрос о очень наболевшей теме, о том, что в нашем городе нет центра для детей-инвалидов, достигших уже 18-летнего возраста. То есть до 18 лет за нами наблюдают, лечат, как-то психологически поддерживают, но достигнув 18 лет, наши дети остаются одни сами с собой и с родителями. Министр труда и социальной защиты населения республики подтвердила, данная проблема существует и вопрос поднимается регулярно. И они не собираются эту тему оставлять, так как это касается тысячи семей по всей стране. И подобные встречи помогают не только раскрыть проблемы, но и рассмотреть предложения и планы по их решению. По итогам каждого такого сбора, каждого такого выезда, создается протокол, в котором появляются конкретные поручения конкретным министерствам. То есть это не кончается, просто вот собрались, поговорили и разошлись. То есть это заканчивается где-то методическими рекомендациями, где-то конкретными поручениями по решению конкретных вопросов. Марина Мельвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин